здравствуйте я вас рада приветствовать на моем youtube канале который посвящен вязанию канал называется емеля не день сегодняшнее видео будет посвящено изделиям которые я успела связать за осенний период 2018 года я покажу вам шапки в основном это мои такие изделия буду их примерять рассказывать о пряже мои впечатления и что-то еще новенькое может быть расскажу что вспомню давайте сразу посмотрим что мне осталось не отступая я начну двухслойные шапки это шапочка из ангоры и хотелось сделать внутренний слой подкладочные но не хотелось чтобы он был ангоровый потому что не каждый любит ангуру к лицу к телу на можете катать плюс ко всему ангоровая пряжа оставляет да как мы знаем пушок на одежде и вот такой я выход из положения для себя нашла связала значит ангоровую верхнюю часть шапки и из мериноса вывязала подкладочную сторону чем не нравится эта шапка что вот вы поносили сняли и когда кладете на полку похоронить или сумку там если вы где-то уже вышли вы можете вывернуть на изнаночную сторону и ваш ангор ангоровая шапка ничего не испачкает на 6 рядов короче внутренняя сторона потому что шапка получается пухленькая и вот эта торцевая часть шапки сгиб здесь тоже идет определенный расход петель рядов и если бы я на 4 ряда короче сделала внутреннюю сторону то мериносовая сторона изнаночная она бы не так внутрь заправлялась она была бы больше к кромке и была бы вероятность того что изнутренняя сторона изнаночная проглядывала было на лицо поэтому нужно считать не только ряды насколько нужно укоротить внутреннюю сторону но еще учитывать торец шапки и лицевая изнаночная сторона у меня связаны макушка одинаково этот правил этому правило наследовать всегда если вы вяжете двухстороннюю либо шапку на подкладе внутренняя часть практически всегда должна повторять внешнюю сторону шапки ну исключая какие-то шапки с косами конечно мы скосами не повторяем внутри я закрывала на 4 клина с такими ребрами есть мастер-класс по вот такой макушке на моем youtube канале здесь заправляются здесь закрывается макушка следующим образом я провязываю закрываем петли возле ребер возле вот этих краев сегментов с наклоном вправо все петли закрываются с наклоном вправо и получается вот такая макушка до какого-то до какой-то части я закрываю через ряд и дальше я закрываю уже в каждом ряду почему так дело потому что если когда закрываю в каждом ряду когда сегменте остается 6 8 петель почему так дело потому что если вот в макушечной части в кончике самом шапке все еще закрывать через ряд то получается на шапка вот такая луковичная получается луковичный кончик ну и собственно это конечно некрасиво нам нужно чтобы она была очень такая сплавленная с пологая пологий купол а значит по поводу пряжи я вязала из пряжи ребитон гора достаточно популярная пряжа цвет сухая роза в две нити на спицах номер 3 изнаночная сторона шапки это меринос характеристики мериноса должны быть в моем случае вот в этой шапке 50 грамм 125 метров на изнаночную сторону ушло 2 мотка на лицевую сторону тоже ушло 2 мотка но можно также на изнаночную сторону брать меринос потоньше 50 к 150 к 175 этого тоже будет вполне достаточно толщина шапки будет хорошая и мне нравится что вот эти шапки двойные имеют не тонкую не тонкий торец а вот такую ну достаточно хорошую толщину очень приятно выгодно выглядит смотрится на голове сейчас я примерю также когда кстати я говорю сейчас примере когда вы закрываете сегменты вот например у нас здесь 1 2 3 4 сегмента и внутренняя сторона шапки вот эти сектора края должны быть границы секторов на лицевой стороне должны совпадать с границами секторов на изнаночной стороне но это конструктивно будет правильная у вас грамотная шапка и сидеть она будет конечно же лучше сейчас надену шапку вот так она смотрится на голове такая толщина приятная у шапочки с напуском небольшим с напуском небольшим конечно можно взять и больший напуск но так как шапочка достаточно толстая получается то ну здесь нужно она будет потяжелее макушкой и она опустится так под своим весом назад запрокинется мне очень нравятся эти шапки я смотрю в зеркало хорошо смотрятся и что приятно там подкладочная сторона меринос он не раздражает нам лоб кстати говоря у меня вот здесь на макушке вот здесь есть небольшая заколка и насколько я понимаю ее не видно то есть это для дам кто носит какие-то заколки на голове то в принципе это тоже очень хорошо с таким с напуском нет шапку вот такая хорошая получилась следующая следующая шапка это это тыговка из пряжи инкотопс анта это пряжа стопроцентная альпака связана она в две нити резинка один к одному расход на такую шапку три мотка меня попросили достаточно широкий отворот как вы можете увидеть двухслойный будет отворот но высокий закрывала я плавным скруглением макушку немножко получились такие волнушки по кругу вязала на спицах номер 4 что еще могу сказать ну сейчас я ее надену этой пряжи не чешется лоб она после стирки еще более шелковистая стала что хотят сказать цвет цвет у этой пряжи сейчас я скажу 72 вот такой моток три мотка в две нити спица номер 4 также к этой шапке я еще не довязала довязываю вот такой шарф будет одна его половина будет такая пестрая вторая половина связана из пряжи как шапка мне понадобилось здесь значит два цвета одна секционная пряжа и одна однотонная голубая почему я выбрала два цвета я бы взяла одну пряжу но толщины нити мне не было достаточно не хватало чтобы добиться вот этой же толщины кстати шарф связан в одну нитку вот этой пряжей инкотопс в одну а пестрая сторона вот две нити и вот одной ниточки вот этой секционной не хватило чтобы добиться толщины вот этой альпаки ну что мне нравится что цвет альпаки вот этой шапки очень близок к цвету тела и он ну и благородно смотрится и так выгодно подчеркивает сам цвет лица очень теплая как мы знаем что альпака она сама по себе очень тепла тут еще у нее резинка да достаточно пухла объем придает пряжи плюс два слоя вот такая шапка значит если у нас на шапку понадобилось три мотка конечно я третий моток невесы извязала и он у меня пошел на шарф то в целом вот например если вы будете вязать шарф однотонный в одну нитку то я предполагаю что вам понадобится ну точнее широкий палантин чтобы у вас был 30 см шириной на метр шестьдесят длиной то вам понадобится думаю ну мотка четыре точно абсолютно а то бы и пять примерно так вот такая шапка мне понравилась я довольна этой пряжей хорошая следующая шапка я хотела испробовать такие пряжу Ализе это Ализе Лана Голд 800 так связана она у меня в три нити цвет 2 2 1 ну хороший цвет такой меланжевый джинс он так и называется по-моему джинс ну что могу сказать конечно пряжа которая ну за моток стоит не так дорого она мне вполне удовлетворила ну в этой пряже спицы ложатся конечно не так гладко петли ложатся не так гладко ну вот в таких шелковистых более пряжах или милинос здесь есть какая-то часть акрила 50 на 50 здесь вам пропорция ну она не колется приятная на ощупь она конечно на ощупь такая суховатая шелковистости в ней нет не выходная шапка так на каждый день пойти на работу по делам можно в принципе и такой надеть конечно в минус 8 я думаю мне будет холодно на полушерсть вязала я ее как резинка один к одному и лицевая гладь с резким завершением макушки помпон ее преобразит еще сильнее но она и так вполне хороша очень неплохая пряжа вполне может быть так так следующий у меня эксперимент был с толстой перуанской пряжей я значит приобрела в магазине в магазине rainbow bird вот такую перуанскую пряжу называется rainbow wool rainbow bird магазин rainbow wool пряжа в этой пряже значит эта пряжа продается большими такими пухлыми мотками одного мотка вам хватит на вот такую шапку с отворотом с косами вся информация есть на сайте производителей кто производит такую пряжу это не единственный производитель есть много других хороших 200 грамм 80 метров что могу сказать могут попадаться узелки вот в этом большом мотке я от них избавлялась путем сваливания я вырезала узелок делала тоньше отрезанные кончики пряжи то есть я обрезала вот например отрезала пряжу и отрезала еще по диагонали и другой такой конец я уже сваливала влажными руками до полного значит соединения нитки нужно так пробовать чтобы нитка не провалась и вязать дальше когда у вас вот такая как бы сложный рисунок то этого тем более не будет видно ну и на лицевой стороне на лицевой глади тоже если вы все делаете аккуратно соблюдите толщину это в принципе при практике при частой будет уже нарабатываться навык шапок вот так смотрится шапка шапка конечно очень теплая непродуваемая ну какие нюансы например вот в такой пряжи вот вы вяжете из толстой пряжи конечно можно шапку очень быстро связать но так как пряжа толстая вы должны быть готовы что вот видите у меня палец пролазит это просто такой нюанс вот именно шапки изделия из толстой пряжи потому что когда вы вяжете из тонкой пряжи конечно вот эти дырочки между петлями гораздо меньше но несмотря на то что здесь вот есть как бы легко вот так можно продырявить шапку шапка толстая не пропускает холод как раз на самый сильный мороз шапка связана на спицах номер 12 36 петель при переходе на косы я не меняла количество петель видео урок есть у производителя такой перуанской пряжи по нему я собственно и вязала очень удобно очень доступно очень легко ну немножко в начале когда вы начинаете вязать такую пряжу устают руки с непривычки а потом все в порядке очень быстро вывязывается значит я связала вот такую серую шапку на стене даже стоит на столе и вот такую синюю взяла к синей шапке я связала снуд вот такой высокий снуд связан английской резинкой один снуд один моток одна шапка один моток сшивается этот снуд трикотажным швом по спине он получается достаточно высокий ну сколько здесь у меня петель набрал один два четыре шесть восемь десять двенадцать четырнадцать шестнадцать петель вот в этом снуде я не буду надевать простите но он очень высокий можно прям спрятаться по на самом глаза если он покажется высоким то можно его отвернуть сузить вдвое либо просто сделать его уже если вы хотите связать шарф то одного мотка вам не хватит при всем желании я пыталась значит либо его делать очень тонкий но тогда это уже не шарф а просто какая-то будет декоративная удавка на шею поэтому если хотите связать шарф то нужно конечно же два мотка никак без этого не боитесь ну вот такие шапки пробуйте экспериментируйте также их вяжут конечно и резинками два на два три на три другими косами королевскими косами вот у меня такая коса такие изделия также у меня есть небольшой недовяз шапочка из пряжи лана гросса шайни на сегодняшний момент пряжа только недавно вышла в продажу я не удержалась купила себе моток вот так выглядит моток здесь много пестрых синих белых включений а в шапке пряжа смотрится уже немного иначе вот эта пестрота уходит после стирки она покрывается пушком очень нежная мягкая ну как как любая пряжа она гросс я полностью доверяю производителю пока еще не видела ни одной пряжи от них которая бы чем-то была плоха хотя я поторопилась на свои выводы есть такие пряжи которые кэш силк пряжа у них достаточно капризная но если носить аккуратно то пряжа она у них конечно очень нежная одного мотка мне не хватило пришлось докупать второй мне бы хватило одного мотка на простую бини без отворота но я захотела отворот и мне не хватило одного мотка сейчас я надену как она смотрится уже могу надеть петля спицы не упадут здесь еще не хватает у меня еще наверху макушки если бы она была без отворота то толщина изделия была бы вот такой тоже хорошо смотрится конечно красивая пряжа ничего не скажешь то есть у меня здесь уже начат конечно моток но немного то есть в принципе вот я затягиваю спицы сейчас я повернусь вот такая вот такая могла бы быть в бине с небольшим напуском с небольшим спицы я использовала 4 производитель рекомендует больше размер спиц по моему 5 5,5 не помню но больше я всегда вяжу меньшим размером диаметром спиц потому что все таки у нас изделие какое головной убор нужно чтобы он не продувался чтобы был плотным чтобы резинка не растягивалась чтобы шапка держала форму поэтому меньший размер каким узором я это связала сейчас здесь внизу у меня резинка один к одному и дальше я перехожу на вот такие ромбы на изнаночной глади я вообще редко вяжу изнаночной глади но в данном случае как-то с таким орнаментом мне так понравилось значит на изнаночной глади ромбы вырисовывается вот такими диагональными наклонными лицевыми петлями это снятые вытянутые лицевые петли то есть в одном ряду вы провязываете лицевую эту петлю а в другом ряду ее не провязываете просто переснимаете и получается тем самым петля более вытянутая вот такая вот такая шапка возможно я еще привяжу сюда помпон пока не знаю посмотрим я думаю она без помпона будет смотреться очень хорошо сейчас я далее покажу далее покажу детские мои комплекты значит первый комплект у меня один комплект и шапка в общем один одна шапка выглядит вот так это меринос 50 грамм 125 метров и добавила я сюда нитку юрекса резинка один к одному жемчужная вязка и здесь снова резиночка чтобы макушка стягивалась привязаны завязки они привязаны у меня к торцу резинки я в общем решила подстраховаться и пропустила по нижней части шапки по внутренней стороне резинку нитка резинка у меня здесь вот здесь она у меня пропущена по нижней стороне шапочки и вот здесь по краю резинки где заканчивается теперь у меня эта шапка никогда не растянется будет всегда держаться на голове очень плотно уши закроют к такой шапке я связала снуд вы можете увидеть этот снуд у меня в видео уроке когда я меняю цвет нити с одного на другой вот это та сторона снуда где я меняла цвет нити сейчас я замру чтобы у вас была возможность разглядеть ну я вот своим взглядом смотрю конечно я знаю где находится смена пряжи цвета но в целом это вообще не видно рядность соблюдается смена цвета не читается здесь тоже использована нитка люрекса очень удобно получился комплект удобен тем что я впредь буду всегда вязать очень высокие снуды во первых он хорошо присбаривается на горле получается объемная вот вот часть на шее не задувает ветер плюс ко всему его можно надевать еще вот так отворачивать ребенку то есть например у вас куртка со стойкой вы вытягиваете наверх снуд сильно и стойку оборачиваете снудом получается у вас очень плотно вот так к шее все закрыто это детский снуд для ребенка это шапка у нас весенняя с люрексом люрекс здесь у меня использован вот из такого мотка вы можете видеть что здесь толстая нитка но я ее беру и вот эту нитку просто распускаю и получается у нас мононить и я ее уже плетаю к своему мериносу как бы все хорошо прекрасно получается расход очень дешево выгодно но когда вы вяжете вот такую распущенную люрекс если тот так делает или планирует посмотрите видите эта нитка навсегда вот такая кривая неровная эта нитка в изделии тоже иногда образовывает вот такие петли она выбивает из общего полотна вот и ну ее можно легко зацепить в принципе любую наверное люрекс если выступает его легче зацепить чем меринос но вот этот вот такая расплетенная нитка она как бы сильнее к этому подвержена и не так ровно ложится плотнее хотя по блеску очень благородно выглядит здесь не просто знаете как фольга вот блеск фольги вот этой нитки а здесь какая-то еще полупрозрачная часть и нет такого дешевого блеска явного эту пряжу я купила в пьюбелло yarn просто пьюбелло подвязываю резинкой потому что иначе весь клубок просто рассыпется очень важна вот эта полезная вещь такая резинка на таких клубках так вернемся ко второй шапке детской шапка связана из верхний слой бебельпака мишель натика внутренний слой меринос связана жаккардом вот такими полосами вот эти пестрые пестрые вот эта пряжа это у меня осталось небольшой моток от малабрига пряжа риос альпака у нас распушилась после стирки и немножко закрыла вот эту усиленно пеструю пряжу здесь получается у меня один два три четыре света в лицевой стороне и еще пятая пряжа с изнаночной стороны это тоже меринос 50 грамм 125 метров у меня много такой пряжи используйте шапка связана в одну нить я специально сделала переход как бы такой градиентный от светло-сиренего к темно-сиренему сиреним помпон сделала достаточно большие уши вот эти завязки конусные но немножко переборщила вот с этой ровной частью которая идет от шапки потому как сейчас мы завязываем это ушко и подтянулось оно вытянулось в длину теперь чтобы шапка хорошо глубоко сидела на ребенке завязывать приходится практически ушко поэтому нужно ушки конечно делать чуть-чуть короче чтобы они не сходились прямо тут уголки не встречались а немножко в стороне были как бы чтобы кадык открывали у ребенка потому что в дальнейшем все равно слегка подтянется это ухозавязка как раз они здесь уже замкнутся и будет бантик и будет в общем все закрыто я вас взяла широким длинным по ширине очень нравится я сейчас поняла что нужно стараться вот эти ушки на зимней шапке располагать прямо близко к височной части практически возле глазок потому что когда вот сюда отводишь ухо например на середине шапки чтобы началось то все лицо открыто еще там развернется ребенок шапка неплотно сидит и ухо тебе открыто все вот поэтому уже уши близко широкие длинные завязки а еще такой нюанс вот здесь у меня кончики завязок вывязаны тоже темным участком как будто опустили в чернила мне очень нравится эта шапка она получилась ну на мой взгляд такого фабричного вида я всегда стараюсь добиваться в изделиях именно вот такого внешнего вида чтобы ну как будто не из под руки как с машинки все я вам показала все свои шапки спасибо за просмотр моего видео надеюсь вам понравилось я в дальнейшем также буду выкладывать видео про связанные мною изделия рассказывать о пряже которую я использовала если у вас возникли какие-то вопросы я постараюсь на них ответить пишите пожалуйста в комментариях ставьте лайк моего видео если вам понравилось не забывайте подписываться на мой youtube канал чтобы не пропустить дальнейшие выпуски желаю вам успешных красивых удачных проектов пока 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 не забывайте пока